Господин Президент, на протяжении последних двух лет Израиль стоял вместе с народом Украины в знак солидарности, как на местах, так и здесь, в Организации Объединенных Наций. Это морально правильно, особенно как страна, которая точно знает, каково это. Государство Израиль всегда поддерживало и будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Уважаемые представители, Израиль поддержал Украину не только словами, но и действиями. Израиль отправил более 100 тонн гуманитарного оборудования нашим украинским союзникам в течение одной недели после вторжения русских. Мы также развернули полевой госпиталь на границе Украины, где было обработано более 7 тысяч раненых. Сотни украинских пациентов также были лечены в больницах и реабилитационных центрах по всему Израилю. От программ реабилитации до посттравматической терапии украинцы получили лучшую возможную заботу, которую Израиль может предложить. Израиль также работает над предоставлением Украине систем раннего предупреждения беспорядочной ракетной и дроновой атаки. Мы были вынуждены развить экспертизу в этой области, и мы рады делиться нашими возможностями с нашими украинскими друзьями, которым это необходимо. Два года назад Россия, пренебрегая суверенитетом и территориальной целостностью своего соседа, вторглись в Украину, причинив трагическую потерю человеческих жизней и огромный ущерб гражданской инфраструктуре. 143 дня назад жестокая террористическая организация «Хамас», действующая в полном нарушении международного права и также полное пренебрежение к суверенитету Израиля, вторглись в еврейское государство, убивая, насилуя и разрушая все, до чего могли дотянуться. Обе наши страны, Украина и Израиль, борются за свое выживание. Мы живем в эпоху, когда силы нестабильности действуют безнаказанно. Международное право к черту, мораль к черту и мир и безопасность им. Но сегодня эти силы используют не только военную мощь или террор. У них появился еще один инструмент. Они преобразовали. ООН и ее органы превратили в оружие против свободы и независимости. В это ООН превратилась. Сегодня Совет Безопасности не может выполнить свои основные функции. Обязанность защищать суверенные государства от вторжения или даже осуждать насилие. Будь то борьба с агрессией, от которой Украина защищается, или террором, от которого защищается Израиль. Совет Безопасности парализован. Парализованы перед лицом насилия. Система ООН – заложник политических интересов. По чисто политическим причинам ни Совет Безопасности, ни это учреждение не осудили Хамас. Наглость тех, кто вторгается в чужие страны и нападает на гражданских. Упрекать демократию Израиля, соблюдающую законы, в нарушении международного права – яркий пример разрушительного воздействия этой организации. На этой неделе Россия будет принимать делегацию Хамас в Москве. И это не в первый раз. Россия – одно из немногих мест за пределами Среднего Востока, где террористы Хамас и хуситы, джихадистам хуситов, устраивают теплый прием даже после 7 октября. Россия принимает их. Те, кто намеренно убивает младенцев, насилует женщин и сжигает семьи заживо. Но это собрание в Москве является результатом чего-то шире, опаснее. Россия теперь углубляет связи с глобальными силами дестабилизации. Не секрет, что Хамас является всего лишь одним из щупалец армии террора Ирана. Эта орда смерти и разрушения включает Хезболу, хуситов, палестинский исламский джихад и другие террористические организации. Они финансируются, обучаются, вооружаются и направляются Ираном. Иран ответственен за атаки на американских военнослужащих. Иран стоит за атаками хуситов на морскую торговлю. А это Иран снабжает Россию дроны, атакующие украинских граждан. Сосредотачиваясь на словах, а не на действиях, альянс укрепляется, а международное сообщество остается бездействующим. Ось между режимом Айтоллы в Тегеране, режимом Асада в Сирии, режимом Кима в Северной Корее и администрацией Мадура. Режим в Венесуэле углубляется и Россия сближается с ними. Эти страны теперь демонстрируют солидарность. В то время как свободный мир стоит в стороне, разделенный. Вы не видите, что перед нами стоит. Вас не волнуют наши ценности, интересы. Если ООН не может ничего сделать, чтобы предотвратить агрессию, тогда у этой организации больше нет оправданий. И для всех нас тогда ООН потеряла всякую легитимность. Посол Кислиция, Израиль будет продолжать поддерживать Украину. Мы оба пережили вторжение. Мы оба сталкивались с жестокостями. Мы навсегда останемся с этими шрамами. Тем не менее, если бездействие продолжит быть методом работы этой организации, каждый другой член свободного мира в конечном итоге тоже получит эти шрамы. Для меня Израиль и Украина – это канарейки в угольной шахте. Остальному свободному миру, я говорю, мы – канарейки в угольной шахте. Проснитесь! Проснитесь! Спасибо, господин президент.